Микс Ньюс Да, и мы вас вот, ну, сейчас посмотрим, пока звук такой немного прерывающийся, но, собственно, да, конечно, у нас хватает тем международных, которые мы хотим обсудить, но понятно, что все мы сейчас говорим, думаем и обсуждаем одну главную тему, и вот, собственно, наш формат сегодняшнему подтверждает это. Это насчет вас, кстати, да, если говорить, сейчас люди, как известно, они разделились на таких скептиков, с одной стороны, каких-то более обеспокоенных, с другой, ну, есть, конечно, какие-то люди посередине. Вы, судя по тому, как мы с вами разговариваем, наверное, к людям таким сознательно обеспокоенным, да, относитесь? Вы соблюдаете карантин и сидите дома? Нет, я дома не сижу, я сейчас на работе, я работаю в университете, и университет, как бы, вся инфраструктура действует, но то, что, конечно, не действует, это студентов нету. Так что у нас все технологически виртуально, мы переключились на виртуальную работу, так что я сейчас на своем боевом посту в университете. Ну, кстати, если говорить вот еще до того, как мы про международные дела начнем говорить, очень много тоже разговоров это и вызывает по-прежнему, потому что еще непонятно, как работает образовательная система в этих условиях, вот все эти видеозвонки, они тоже достаточно много критики вызывают. Ну, то есть я имею в виду дистанционное обучение и в школах, и в университетах, как мы видим. Как у вас пока впечатления? Это, наверное, зависит от университета, это, наверное, зависит от того, какие инвестиции были сделаны, как технологии вообще работали перед этим. У нас на Рижском университете страдания, я бы сказал, с этим все хорошо, но, конечно, я не отрицаю, что есть здесь какой-то процесс испытания, вызова технологических экспериментов. Это, конечно, тоже есть. Но есть очень многие системы, панопто, зум, сейчас мы говорим по скайпу, в которых мы можем и читать лекции, и взаимодействовать с студентами. Так что в этом смысле, если мы говорим про такой какой-то даже технологический прорыв, что у каждого облака свое тоже хорошая часть. И в этом смысле, что мы просто должны экспериментировать, мы должны идти вперед, если мы говорим про технологическое, дигитальное образование и тоже страну в общем. Так что я бы сказал, что пока все хорошо, но, наверное, здесь будут разные вопросы в процессе. Ну, в принципе, об этом, кстати, тоже хотел спросить. Вот вся эта история, если уже шире брать, не только момент образования, она больше... Ну, понятно, что мы переживаем кризис, это всем понятно, есть там довольно печальные уже статистические показатели и прочее, но в большей степени это все-таки кризис и такая какая-то разрушительная история. Или в ней есть все-таки вот момент созидательный тоже, что мы после этого станем лучше во многом, например, там у нас больше инструментов появится или чего-то такого? Как вам кажется? Ну, это непростой вопрос, здесь, конечно, нет такого точного ответа сегодня, потому что то, что я отвечу сегодня-завтра, уже может быть не до конца правдой. И здесь очень многое зависит все-таки, какие результаты будут всего этого, то, что мы видим, война во время мира, то, как Макрон сказал. И, конечно, если здесь будут все-таки людские уже, есть людские жертвы, тогда мы можем сказать, что, ну, конечно, здесь про какой-то очень большой позитив говорить трудно. Но, с другой стороны, да, да, есть кризис, есть... Мы рефлексируем на вещи, как мы уже здесь говорили, про технологические вопросы. Здесь что-то, наверное, будет развиваться. Наверное, будут тоже вопросы по климату, что как мы живем, что вообще-то наша вся экосистема, что она просто от этого терпит. Поэтому будут какие-то более фундаментальные вопросы и после вот этого коронакризиса. Я надеюсь, что будут тоже позитивные элементы. Можно, наверное, сказать, если мы смотрим вообще про большие кризисы, что мы довольно быстро их забываем. Но если мы помним, там, 2009-2010 год, он был очень травматичный в сфере экономики, и не только в сфере экономики, в сфере социальной. Но уже по большому счету очень многие вещи, которые мы забыли. Да, хотел сказать, что про кризис, все-таки, наверное, 2008 года сложно сказать, что мы его забыли постоянно. До нас долетают еще последствия какие-то. Согласен, согласен, что здесь все-таки полностью, да, что, конечно, вот эти очень травматичные моменты, эпизоды кризиса, они в нашем создании остаются. Это я тоже с этим согласен. Но по большому счету мы уже эмоционально, конечно, живем в этом кризисе. Ну да, и по счету экологии, конечно, сейчас гуляет эта шутка, что вот самым довольным, ну, в кавычках, естественно, человеком сейчас должна быть Грета Тумбер, которая, в принципе, добивалась отмены перелетов, того, чтобы люди там больше обращали внимание на окружающую среду и так далее. Ну, это, конечно, так, и в большей степени юмор. Ну, вот, в принципе, если говорить о какой-то обеспокоенности, нельзя сказать, что мы, например, жили там два или пять лет назад в мире абсолютно, который был без какой-то вот такой обеспокоенности среди населения. И люди постоянно жили вот в ожидании, ну, не в ожидании, скажем так, а в каком-то легком страхе перед тем, что может случиться, будь то война, то есть мы постоянно слышим это там в риторике различных лидеров, финансовый кризис или наплыв беженцев, в котором мы пережили такие большие волны, которые продолжаются. Но вот таким парадоксальным и ироничным образом то, что происходит, мы как раз-таки не ожидали. И вот можно ли в таком случае сказать, что все наши вот эти вот и планы, и прогнозы, это все, конечно, так? Достаточно только на словах. Да, наверное, я опять согласен с вами с тем, что этот кризис в таком образе мы не ожидали. Хотя можно сказать, что вообще-то мы всегда готовимся к вчерашним кризисам. Мы всегда готовы к вчерашним кризисам. Мы никогда не готовы к сегодняшним кризисам, к завтрашним кризисам. Это как бы норма вещей, что этот кризис он всегда приходит там, где мы более уязвимы, там, где мы более не готовы. Так что в этом смысле, наверное, здесь есть тоже какой-то тренд, какая-то тенденция. Мы, конечно, там опять после последнего кризиса, там более строгий бюджет, финансы, банковая система и так далее. Она опять здесь ударилась совсем с другой стороны. А господин Спрусс хотел уточнить, под «мы» вы подразумеваете глобально весь мир, там, конкретно Европу или конкретно Латвию? Я думаю, что мы здесь можем говорить про то, что вы все сказали. И даже про мир, и про Европу. Европа тоже не слишком-то готова, это признается. Ну и для Латвии это тоже испытание. В какой-то мере даже мы более, я бы не сказал, хорошей ситуации, ничего здесь хорошего нет. Но то, что к нам это все-таки приходит уже в какой-то второй-третьей волне. Мы, конечно, видели здесь Китай, потом мы видим сейчас Италию, мы видим, конечно, тоже там Германию. Но сейчас, по большому счету, у нас начинается и то, что сегодня уже вдобавок нам получается уже 14 человек, 15 человек. Так что это, наверное, когда люди тоже приедут, еще будет потенциально этот все-таки прирост тех, которые больны. Но мы уже немножко можем учиться от тех, как бы, тоже не совсем простых выборов, что, например, другие страны уже, как Италия, уже делала или не делала. И можем что-то научиться к этому. Глава Института внешней политики Андрей Спурц у нас в гостях. Кстати, несмотря на то, что у нас разворот по скайпу, нам можно позвонить по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, задать вопрос, прокомментировать наш разговор. Вот если хотите, то звоните. Но вот получается, что Азия живет в этих условиях уже, ну, с начала года, в принципе, вот как год начался, так как коронавирус на этой эпидемии началась. Европа немножко позже. Ну, то есть я имею в виду, что какое-то время уже прошло, как минимум, там, два с половиной месяца. Если мы говорим о международном таком плане, вот, да, немножко так выше поднимаемся, международные отношения, уже намечены какие-то тенденции? Потому что часто слышно, что после этого, после того, как мы преодолеем, все надеются, что мы преодолеем этот кризис, в мире наступит как некий новый порядок. Все-таки уже мир не будет прежним. И вот если мы говорим о международных отношениях, о той же внешней политике, есть какие-то тенденции, которые вы уже зафиксировали и наблюдаете? Я думаю, что мы преодолеем их позитивный элемент, позитивная тенденция, это то, что все-таки сейчас произошло, опять позитивно, и все условно. Но то, что Китай все-таки, по большому счету, начинает выходить из этого коронакризиса. Очень много, конечно, больных, очень много жертв, но сейчас уже прирост больных, он уже остановился. Как бы 2-3 месяца, и все-таки мы видим уже что-то, что начинает кончаться в плохом смысле этого слова в Китае. Даже если мы смотрим про компанию Apple, она закрыла все свои магазины во всем мире, но она опять уже открыла в Китае. Так что здесь есть какой-то свет по концу туннеля, надеемся, что это не поезд, который на нас идет на полном паре. Поэтому, наверное, что все-таки здесь будет когда-то, и я надеюсь, что все-таки это не слишком затянется, но опять здесь трудно сказать точно. Китай немножко другая страна, Китай все-таки более авторитарная страна. Там можно сказать, что 10 миллионов будет просто сидеть в домах. Европа немножко другая. Конечно, Европа тоже более уязвима в ситуации экономики. Поэтому, если мы уже говорим про большие вещи, здесь несколько элементов. Один, я бы не сказал, что это очень слишком поменяет всю геополитику мира. Наверное, что здесь все-таки игроки, которые они есть, они останутся. Это во-первых. Во-вторых, наверное, все-таки мы можем сказать, что европейская часть игры, что Европа в этом всем, наверное, все-таки может потратить побольше всех. Она более уязвима, она более экономическая, все-таки такая хрупкая. И если мы говорим про, ну опять экономику, тогда большие экономики, как Китай, как Соединенные Штаты, они все-таки могут выйти из экономического кризиса все-таки получше. Европа все-таки здесь может терпеть побольше. Поэтому то, что уже намечалось в начале февраля, когда была большая мюнхенская конференция, вот это английское слово «bestlessness», что меньше Запада. Наверное, здесь можно сказать, уточнить, наверное, еще меньше Европы в мировой игре после этого кризиса хотя бы на какое-то время. Потому что Европа будет заниматься сейчас очень по большому счету собой, своей экономикой. И как бы попробовать уходить из этого кризиса, потому что здесь даже Европейский Союз, кто-то уже говорит, что этот кризис даже может ударить по таким фундаментам Европейского Союза. Потому что каждая страна действует просто по своим национальным интересам. Мы это видим очень конкретно на границах. Границы закрылись. И наши люди, польская, немецкая граница просто закрылась, просто не могут приехать в Латвию. Да, Brexit на этом фоне, наверное, уже кажется чем-то несерьезным совершенно, да, несущественным. Да, вот как раз по поводу того, что страны как бы в Европу действуют, Евросоюз сейчас как будто бы не централизованно. Все страны действительно начали действовать в своих интересах. И вообще речь идет о том, вот идет ли она об этом, что это определенный кризис для процесса глобализации. И Евросоюз, который во многом на этом построен, разные страны все едины, объединены. Вот насколько этот процесс, он как бы на всех уровнях может сворачиваться из-за коронавируса, как вам кажется? Ну ведь, наверное, очень важные вопросы. И здесь все-таки есть какая-то тенденция уже, которая, она не только из коронавируса, тенденция, которую мы наблюдаем. Как уже Марин Ле Пен когда-то сказала, что сейчас вообще-то такой конфликт между патриотами и глобалистами. Что есть, которые считают, что глобальное устройство — это хорошо, а что это привело к миру, это привело к взаимодействию и торговле, и дефинфикации торговли. Но, конечно, это затрагивает конкретные страны, конкретные интересы, культурные традиции и так далее. И что вот здесь все-таки это противоречие, оно уже какое-то время существует. Если опять мы смотрим про Трампа, про Бориса Джонсона, про Брексит, то это люди, которые показывают, что вообще-то вот эти национальные интересы, они уже на столе какие-то годы. И что национализация, суверенизация, то есть суверенитет над глобализацией, он уже существует. Опять, если мы смотрим там американско-китайская технологическая война, мы говорили про глобальные универсальные технологии. Сейчас каждая страна, каждый блок начинает развивать, как бы, свои технологии. Как Россия, мы говорим про интернет, что сейчас будет, как бы, свой интернет уже, свои технологии. Поэтому на это наблюдается. Да, вот в этой связи едва ли можно сказать, что это выгодно. Да, господин Спруц, вы меня слышите? Да-да, я слышу, да. Да, вот что касается того, о чем вы сейчас говорили, едва ли можно сказать, что это выгодно, наверное, для Латвии, или вот если брать регион, национальные интересы, безусловно, но все-таки у нас, кстати, в студии был ваш зам, я так понимаю, господин Буковский, да, он вашим замом является, заместителем. Я немножко вас теряю, все-таки технологии не всегда... Давайте сейчас попробуем звонок тогда, вот я вижу, что нам звонят, примем звонок и посмотрим, как наша связь будет работать. Здравствуйте. Добрый день. Добрый, пожалуйста. Я могу задать вопрос, господин Спруц. Да, да. Здравствуйте еще раз. Вот я бы хотел поближе к теме международной. Прозвучала уже в очередной раз и Тонберг, и Мюнхенская конференция, ну и до этого сессия Генассамблеи ООН. Вот, господин Спруц, вам не кажется, что участникам всех этих вот мероприятий должно быть стыдно, что они за все это время, обсуждая тему глобальных изменений в климате на планете, ни разу не упомянули имя Тофлера, а постоянно тыщут пальцем в госпожу Тунберг. Ведь столкновение с будущим, труд этого футуролога, ученого, свет увидел еще в 1974 году. И именно из-за серьезности этих прогнозов команда Никсона, он был тогда при власти, создала специальную команду-комиссию для того, чтобы изучать эти проблемы. Там были серьезные ребята, и они пришли к выводу, что проблема решения не имеет, вернее, единственное решение этой проблемы – это изменение образа жизни капиталистического общества. То есть снижение уровня потребления, организованное до разумного, так сказать, до разумных потребностей, снижение энергопотребления, снижение возможности бродить по миру. Вот, ну и все это вылилось, в конце концов, в предложение обеспечить должный уровень жизни для золотого миллиарда, так называемого. Спасибо, спасибо. Я так полагаю, что после этого ему Нобелевскую премию задним числом надо дать, а мы без конца пустышку-недоучку Тунберг здесь мусолим. Спасибо. Спасибо. Ну, такой вопрос. Нет, я думаю, что Грета Тунберг может нравиться, может не нравиться, стиль и форма, но я думаю, что все-таки то, что мы уже говорим про все эти вещи, что она затронула, как бы, вот наши сердца и наш разум, это все-таки важно. Что вот мы живем тоже в идеальном мире, и Грета Тунберг, она смогла вот эти идеи с собой, своей личностью все-таки, как бы, нам просто заставить нас задумать. И даже мы то, что вы говорили, возвращаемся уже к 70-м, что про эти вещи говорили, но они все уже давно забылись. Как бы Грета Тунберг по-новому это все актуализирует. Но опять, если мы говорим так более концептуально, фундаментально, то, что, ну, здесь как бы две вещи сталкиваются. Довольно про многие вещи, я думаю, что мы все знаем. Мы знаем, что у нас сейчас еще, там, 50-60 лет назад жило 3 миллиарда людей, сейчас живут 8 миллиардных людей. Что экономики развиваются, что употребляют больше энергии, употребляют больше разных технологий. Что у нас не хватает каких-то вещей уже, что мы боремся за эти вещи, конфликтируем за ресурсы. Поэтому, наверное, это мы все знаем. С другой стороны, мы живем сегодня, мы живем в реалии. Опять, если мы говорим там про уголь, многие страны, они свою энергию, тот же самый Китай, развивают, используя уголь. Если мы закрываем весь уголь, что это означает? Это означает, что очень многие группы людей остаются без работы. Означает то, что вообще-то у нас нет дешевого ресурса, мы начинаем приходить на какие-то другие ресурсы. Это непросто, это занимает время. Тем более, что опять навыки наши, наши традиции, мы можем говорить про рациональные вещи, но эти навыки, наше мышление, оно меняется очень-очень медленно. Мы можем что-то там на микроуровне делать, но по большому счету наше мировоззрение, это не поменяется в один день. Потому что мы хотим тоже жить, как все живут. И мы, конечно, тоже привыкли к тому, как мы живем сами, хотим жить лучше. Поэтому здесь вот эта дилемма, парадокс, вот этот вызов, как эти две вещи, так и более фундаментальные на будущее, ориентированные, совместить с днём дещейшим, с нашим днём, это, наверное, всё-таки довольно большой вызов, это непросто. Потому что, вообще-то, как говорится в политике, ты должен выжить до пятницы, не до следующей 50-летия. Потому что то, что сейчас люди будут голосовать, как они себя сейчас чувствуют. Сейчас небольшой перерыв, буквально минута, и мы вернёмся и продолжим. На Болткоме разворот. Продолжается разворот. Сегодня у нас по видеосвязи, по скайпу, глава Института внешней политики, профессор Рижского университета имени Стадони Андрис Спрутц. В первой части мы про коронавирус, естественно, говорили. И сейчас ещё, наверное, буквально несколько минут уделим этой темы, вот со звонка начнём. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста. Я вот ещё хочу спросить у вашего гостя. Только коротко, пожалуйста. Ну, Грета Тумберг, она, значит, ну, безграмотная девочка, больная. Это мы уже поняли. Да, вот. Но я, как инженер, понимаю, что самое главное потепление – это, значит, самолёты, которые летают, и, значит, там озоновый слой разрушают, и ракеты, которые пускают одна за одной каждый день. Так, а вопрос задайте, пожалуйста. Будьте добры. Вопрос такой, что это никогда не остановится. Вот. Это всё ерунда, и никто это не будет, оружие будет производить, и всё это мы заткнёмся. Да, поняли, поняли. Ну, господин Спурс, можете прокомментировать. Что это, вся эта деятельность, видимо, она какая-то, вот, в большей степени символическая. Нет, я думаю, что мы можем какие-то вещи остановить, потому что если мы говорим опять про озоновую дыру, которая существовала, а сейчас уже она не существует, потому что, вообще-то, уже были все эти газы, которые очень создавали вот эту озоновую дыру, они были конкретные шаги сделаны. Здесь мы, конечно, говорим немножко про другой, более фундаментально, более трудный вызов, это уже про вот это газовое тепление, которое всё-таки более фундаментально зависит практически от нашей индустрии, от нашего, как бы, стандарта в жизни, как мы себя, как мы живём, как мы ведём, как мы работаем, как мы производим. Поэтому, наверное, здесь будет потруднее. Но, с другой стороны, всё-таки, вот я опять, возвращаясь к Грета Тонберг, есть личности, которые меняют какую-то парадигму, которые меняют наше мировоззрение. Я бы не сказал, что это поменяло всех, и, уважаемые слушатели, наверное, здесь не будет меняться, как в нашем мировоззрении. Но, наверное, новое поколение, молодое поколение, оно думает уже немножко иначе, она думает более вот в этой перспективе, что конкретно власти, что конкретно наше государство могут сделать вот в этом направлении. Они уже будут голосовать за такие партии, за такие политические силы. Это уже не можно полностью игнорировать. Так что, я думаю, опять здесь две тенденции, что, конечно, ничего не поменяется в процессе одного дня, но вообще-то все-таки вот этот парадигмический такой щип, такая все-таки немножко парадигма, которая меняется, она все-таки меняется, и она в процессе. Если говорить о кризисе, вызванном коронавирусом, и о государствах, о лидерах, о системах и даже режимах, если так можно сказать, кому в большей степени это все выгодно? Вот каким-то авторитарным и консервативным лидерам, которые могут сейчас заявить, что необходимо укреплять систему в это непростое время и так далее? Или все-таки оппозиции власти, борцам так называемым за демократию, у них появляется шанс в условиях какой-то экономики ослабшей? Как вам кажется? Вот здесь очень, опять, разные игроки, как бы по разным уровням можно говорить. Во-первых, если мы говорим про мировую экономику, политику, тогда я не могу сейчас на конкретный день сказать, что вообще-то для Китая здесь может быть потенциальный выигрыш. Хотя опять, вообще-то коронавирус создался, он начинает мутировать и от Китая. В Китае вначале очень было много жертв и много болезней, но все-таки вот этот авторитарный режим показал, что он довольно эффективен. Так что здесь будет вопрос, который из моделей, который из вот этих пластных структур, который более эффективен в ситуации кризиса. И здесь опять будем смотреть, как Европа, как вся ситуация в Европе будет развиваться. Но Китай, если они все-таки были способны с этим побороться и выиграть этот коронавирус, тогда, наверное, они могут сказать, знаете, смотрите, да, от нас это произошло, но все-таки в конечном счете мы тоже смогли победить. Посмотрим, как это будет в Европе. Опять Европа не будет меняться, что там сразу что-то меняется. Но с другой стороны, все-таки вот этот элемент инстинкт национализации и суверенизации, что более мы все ответственны сами за себя, и мы не можем полагаться на себя, наверное, что эти тенденции, они могут быть сейчас довольно сильны, например, в европейском обществе. — Наверное, да, вот я смотрю на часы, наверное, надо на другие темы уже переходить, но последнее, наверное, по коронавирусу. Вот в январе вы традиционно презентовали, я имею в виду институт, ежегодные издания внешней политики, вот отмечали, говорили о прошедшем годе, о будущем, естественно, ну и говорили, что вот будущий год, он, конечно, будет непростым, он действительно выдается очень непростым, и мы уже за три месяца успели пережить и рано-американский такой микрокризис, и обострение в Сирии очередное, и вот с нефтью, тут все непонятно, теперь еще и коронавирус. Понятно, я не призываю вас выступать в роли какого-то провидца, но как вам кажется, вот этот год еще может принести еще какие-то события, которые перекроют эти, и в январе вы будете, ваше издание, оно будет толще, наверное, в три раза, чем было это январьское издание. Каковы? Ну, прогнозируемые, прогнозируемые, это всегда довольно... Да, говорит. ...е очень нехорошо, уточняем. Да, плохо слышите меня? Да, слышим, сейчас слышим, кажется, да. Можете повторить. Ну да, всегда трудно, и, наверное, прогнозируемые очень трудно, но то, что как бы... Ну уже в какой-то мере такая формула или парадигма, что он никогда не будет так стабильный, так спокойный, как сегодня. И даже сегодня мы это можем сказать. Завтрашний день он будет неспокойный, он будет динамичный, он будет очень много вызовок. И как вы уже сказали, с начала года... Год начался с войны или потенциальной войны на Ближнем Востоке, но потом мы уже переходим ближе к нам и опять как бы с таких... с таких кризисов, которые мы не ожидаем. Но если мы говорим про этот год, то, что мне кажется, там, где я очень опасаюсь, всё-таки может быть присущ, это всё-таки такой экономический социальный кризис. Потому что коронавирус — это только одна деменция, это вот деменция здоровья и медицины. Но деменция как бы социально-психологическая и экономическая, про опять такой боли, про наш уровень жизни, про безработицу, про то, как мы будем обеспечивать, как мы будем всю эту систему содержать в ситуации, когда, наверное, глобальная экономика остановится или будет тормозить. И то, что вы уже меня спросили какое-то время назад, конечно, это для Латвии очень-очень неблагодарно. Мы часть, мы очень виртуальная экономика, мы очень зависим от здоровья глобальной экономики. Если глобальная экономика не работает, мало не покажется тоже в Латвии. Хорошо, перейдем к другим темам, уже не так много времени остается. Я хотел еще вот коротко услышать ваше мнение по поводу так называемого дела Миссане. Наверняка вы тоже следили, потому что это касается напрямую международных отношений наших. Если так вот обобщать мой вопрос, как вам кажется, это история с хэппи-эндом или нет? Я подразумеваю здесь действия, конечно, латвийского государства, которые, с одной стороны, беспрецедентно пошли на такой, можно сказать, чуть ли не конфликт с западным своим соседом, ну, здание, я имею в виду, да, чего у нас вообще не принято делать. С другой стороны, многие говорят, что очень все было медленно и определенное, были упущены возможности, но в итоге все равно, то есть, своего гражданина мы как бы отвоевали, несмотря на то, что он все равно в заключении находится здесь. Ну, в общем, как вы всю эту историю вот видите уже после ее окончания? Ну, конечно, окончание полностью еще не окончание, потому что еще дело рассматривается там, может быть, с несколькими месяцев, даже несколько лет, так что будет суд. Но опять на то, что вы сказали, в этом смысле, конечно, что она в латвийской тюрьме, миссана, и госпожа миссана, они в южноафриканской тюрьме, которые были очень большим вопросом, вообще, вышла она ли из этой тюрьмы. Поэтому, наверное, все-таки здесь я могу сказать, что латвийская страна, латвийское государство, но что оно, в конечном счете, ну, включилось в эту игру, включилось в эту борьбу, и здесь все-таки есть этот хэппиэнд. Но опять, наверное, здесь то, что вы правильно сказали, что общество, это показывает то, что актуальные вещи общества очень-очень важного, как бы позиции общества очень важные. А позиция общества может толкнуть в одном или другом направлении, как государство действует. И, конечно, опять мы можем говорить очень профессионально, уже когда государство вот в этом машинере начинало работать, она профессионально такая нашла, я бы сказал, творческие решения. И как бы все институции, когда уже тоже президент сказал, давайте сейчас сидимся за стол, и как мы можем к этому подойти. Но, конечно, был уже такой общественный резонанс. Это показывает, что вообще-то в хорошем смысле этого слова у нас демократия, что государство, оно не может игнорировать, как общество как бы думает, какие ожидания общества тоже, что государство будет делать. Здесь уже общественное мнение, но как бы все-таки подтолкнуло государство где работать эффективно, творчественно, в конечном счете, с копиэндом. Да, я не хочу вас втягивать в вопросы внутренней политики, но просто не могу не отметить, что это скорее, наверное, исключение из правил, потому что для тех же медиков, например, несмотря на все хэштеги, акции и пикеты не было найдено, например, средств, а сейчас вот миллиард на коронавирус у нас, ну там этот миллиард, он тоже условный, понятно, но он все-таки был найден. Ну, условно, да, и будем смотреть, как он уже еще не найден, он как бы найден в цифрах и теоретически посмотрим, как это будет действовать в реалиях, потому что мне кажется, не так-то просто, конечно, то, что было найдено, что вообще мы можем держать, держать. Это более европейская позиция, но я согласен, что все вопросы, наверное, что будут очень многие вопросы, которые, ну, не будут решены, где будут давления, но опять, это давление может не привести к результатам. Хорошо, да, у нас вот много звонков, на самом деле, давайте еще один, наверное, примем, слушаем вас, добрый день. Добрый день, я хотел задать вопрос уважаемому профессору, ситуацию в случае с госпожой Миссона, что чиновники, которые должны были выполнить свою работу, как бы выполнили, и за выполненную имя работы, за которую они получают действительно зарплату, получили достаточно внушительные премии. Я считаю, что это несколько неэтично. Спасибо. Спасибо. Господин Спруц. Ну, это непростой вопрос. Мы, конечно, не знаем, не знаем таких, как бы, деталей. С одной стороны, можно согласиться, что, как бы, чиновник, он работает, он работает на благо государства, и он просто работает, и здесь нет, как бы, он должен защищать своих граждан или в Латвии, или за границей Латвии, и, как бы, можно смотреть с этой стороны. Но с другой стороны, конечно, если все-таки здесь была очень активная работа, если здесь были вдобавок ночные часы, что люди работали все во время, поза своим временем, они, конечно, люди могут, и чиновники могут походить формально к своим вещам. И, в конечном счете, все-таки удалось этот хэппи-энд, но я бы сказал, премия, то, что люди получают, им дается даже сигнал, да, мы должны воевать за своих людей, но если, как бы, у нас удастся еще больше таких вещей, таких примеров привести, тогда все-таки здесь есть возможность получить какое-то награждение финансовое. Так что, я думаю, что, я бы сказал, что нормально, что люди, которые были активно включены, что они получили премию, хотя, по большому счету, мы можем ожидать от наших государственных институций, от чиновников, что они это будут делать и потому, что это часть их работы. Хорошо, еще по одной теме, которая вот за всеми последними событиями уже немножко подзабылась, хотелось бы вас спросить, это санкции США по отношению к Венспелсу и к Айвару Лембрексу. В первую очередь, и тут у меня тоже такой конкретный вопрос, я уже читал, что вы комментировали эту тему и сказали, что вся эта история с санкциями, она, значит, позволила нам взглянуть на самих себя и увидеть, что у нас еще очень сильно советское наследие, так вы сказали. Мне интересно знать, в чем конкретно это наследие заключается и, может быть, вы могли бы сказать, в чем оно проявляется помимо, теперь вот как бы Лембрекса получается таким образом как-то вот, ну, не ликвидировали, но нанесли определенный по этому наследию удар, что еще остается в таком случае? Я думаю, что очень много остается, хотя уже 30 лет прошло, но опять мышление поколений меняется очень медленно, но если мы опять мы смотрим про самого господина Лембрекса, тогда вообще-то он уже руководит с городом с советских времен. Он один из новых феноменов, но я думаю, что если мы так посмотрим, довольно многие люди еще и лидеры там каких-то городов и институций, которые руководят очень долгое время, как бы еще Советский Союз, он остался даже, ну, в судьбах людей, они активны, можно сказать, здесь есть позитивные элементы, но вообще-то мы наследуем еще поколение, потому что люди, которые выиграли на, ну, на независимость экономически, это поколение 30-летних, это было тогда поколение где-то 30-30, такое золотое поколение, у них сейчас где-то примерно 60 лет, они еще довольно активны, они присущи, но мышление, они-то все-таки наследовали что Советского Союза. Это политическая бизнес-культура, у нас очень много неформальных вещей, лучше иметь этот 100 друзей, чем 100 рублей, что связи, они важны, что формы, они не так важны, что формальные вещи, они не так важны, самое главное, с кем ты как связан, я не хочу говорить, что это единственная вещь, это одна из тенденций, одна из наследий, которые еще-то где-то все-таки присущи, как мы подходим к вещам, как мы думаем, думаем про вещи. Если мы говорим про институции, то, что мы уже говорили, что институции тоже, наверное, что вот этот демократический опыт, как общество взаимодействует с институцией, она еще все время развивается, и госпожа Миссана, с одной стороны, это маленькая вещь, но с другой стороны, это показывает, что вообще-то общественное мнение, что она может подталкивать, и это хорошо, это опять, ну, как бы вопрос, ну, когда вообще-то государство, государственные учреждения, они должны работать, и это хорошо, что общество включается, и молодое поколение в это включается, поэтому здесь есть какой-то гибрид из-за разных вещей, европейзации, и западные вещи, и более, как бы уже нашего времени тенденции, но, наверное, все-таки наследие Советского Союза, наследие советского мышления, политической, бизнес-культуры, оно полностью никуда не ушло из наших полу. В жизни. Коротко, если на высшем, вот высшем руководстве страны, это проявляет, по-прежнему проявляется, тоже ощущается, как вам кажется, правительство Союза. Ну, наверное, пришло уже все-таки довольно молодое поколение, и опять, если мы смотрим на поколение, наверное, что так физически нет, но опять, это поколение, оно же все-таки росло и формировалось при прошлом поколении, поэтому это поколение тоже немножко все-таки взяло от того поколения от тех тенденций, от тех, как бы уже говорил, элементов культуры, бизнеса и политика, как это существовало в 90-е годы и немножко там еще попозже. Поэтому, я думаю, что это даже мы не можем так и вцепить, вот здесь этот элемент в голове, а здесь другой элемент. Но какая-то тенденция, какое-то продолжение, какой-то, как бы, вот этот контуит, и, наверное, все-таки остается и тоже в новом поколении, как мы смотрим на политику, как мы смотрим на взаимодействие, как мы смотрим на бизнес. И вот это тоже быстрые деньги, давайте сделаем быстрые деньги, давай что-то купим, давай что-то продадим. Наверное, опять как бы не будем создавать, но, наверное, где-то есть эта тенденция все-таки, что она остается, она еще присуща. Хотя, опять, я думаю, мы очень большие шаги, очень большие уже, ну, как бы, развитие тоже сделали, это тоже не отрицается. Напоследок, наверное, о наших отношениях с соседями хотелось бы еще в двух словах поговорить, но, конечно, я имею в виду в первую очередь так называемых восточных соседей, потому что с Литвой, Эстонией там все достаточно проще, хотя тоже у нас есть и с Литвой там железнодорожные всякие вопросы и с Эстонией алкогольные, кстати, но, окей, Белоруссия и Россия в первую очередь, но вот Россия, вы как-то тоже так интересно выразились, я читал, вы сказали, что футбольные, как-то так вы сказали, футбольные отношения у нас сохранятся, видимо, подразумевая вот этот вот пинг-понг такой, да, вечный, то туда, то обратно. Вообще, наблюдайте за тем, что сейчас происходит в России, вот все эти смены Конституции, обнуление, вот это знаменитое уже Владимира Путина, как это все вообще можете прокомментировать и в контексте наших отношений тоже, конечно. Ну, это интересно, это интересно посмотреть, что у нашего соседа, это не только интересно, это тоже важный элемент, актуальный элемент, как Россия будет развиваться и, конечно, то, что я всегда говорил, ну, мы хотели бы, чтобы у нас был сосед, который, ну, с которым мы можем сотрудничать, который сильный, ну, который все-таки тоже, наверное, у нас хотелось демократически, потому что тогда опять, ну, можно было думать, что было бы более, более возможность по большому счету тоже разговаривать, все-таки более с авторитарным страной, где лидер должен все время думать, как он легитимизирует свою систему, наверное, тогда довольно трудно, и то, что опять случилось в Украине, то, что случилось с Крымом, с аннексией Крыма, для нас это очень травматичное, опять, то, что наследие в нашей голове, что мы не можем это игнорировать, что большая страна, она, ну, начинает аннексировать какие-то территории, поэтому здесь есть несколько элементов, но с другой стороны, опять, футбол продолжится по очень многим вопросам, но с другой стороны, мы экономически опять в какой-то мере связаны, мы соседи, и как Марк Твен говорил, что хорошие соседи, это когда большая стена между соседями, но, наверное, стену мы все-таки не построим между нами, поэтому искать какие-то точки взаимодействия, тем более в сфере экономики, в сфере культуры, они важны, но опять по таким политическим вопросам, но здесь все-таки останется и такое все-таки опасение, что Россия может делать в международных отношениях, что она большой игрок, что у нее большие амбиции, и демократически, наверное, что мы можем здесь прогнозировать, что в ближайшее время ну, путинская система, что она останется, и Путин будет лидером страны, который, конечно, страну, но будет показывать как бы, ну, с сильной стороны, что это сильная страна, что с ней должны, ее должны уважать, если даже не бояться. И это, наверное, отношения наши не улучшит. Спасибо большое, господин Спруц, время наше подошло к концу, глава Института внешней политики и профессор университета и министрада не Андрей Спруц был у нас сегодня по видеосвязи. Еще раз большое спасибо, что нашли возможность побеседовать. Всего вам хорошего и до свидания. Здоровья, да, спасибо большое. До свидания. До свидания. Да, спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.